В итоговом выпуске программы В дополнительное время мы расскажем о самых важных спортивных событиях марта 2020 года. Смотрите сегодня. Заниматься спортом можно в любом возрасте. В спорткомплексе «Авангард» прошел турнир по волейболу среди ветеранов. Футбольный клуб «Саров» сменил тренера. Им стал Алексей Степанюк. Саровчанин Юрий Пенегин стал серебряным призером чемпионата России по самбо, который прошел в Санкт-Петербурге среди мастеров-ветеранов. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Первомайска, Нижнего Новгорода и, конечно, Федерального ядерного центра в НИЭФ. Волейбольный турнир среди ветеранов проходит в нашем городе уже второй раз. И, по словам организаторов, он может стать доброй традицией. Это очень хорошее движение ветеранское. Это же такой прекрасный пример нашей молодежи здорового образа жизни, а самое главное – долголетие. И у нас уже внуки играют во все. Поэтому надо по своим примерам как-то, чтобы они участвовали во всех соревнованиях, чтобы жизнь их была такая активная, энергичная. Сотрудник ядерного центра в НИЭФ Александр Жалостников увлекается волейболом с 10 лет. Школьные соревнования, городские областные турниры. Александр защищал не только честь нашего города, но и горького. И точно знает, за что любит этот вид спорта. Здесь все. И рваный бег, и бег на длинные дистанции, и мастерство, и чистота приема. Несмотря на то, что турнир проходит во второй раз, многие его участники уже давно друг друга знают. В юношестве играли в так называемые пионерские игры. Затем встречались на областных спартакиадах. Сегодня они вновь собираются на игровом поле, но уже в рамках ветеранского турнира. И в этот раз эти матчи не ради победы, а ради удовольствия. Все люди понимают, что главное здоровье – биться не здесь. А на самом деле, значит, первомайская команда, все время мы с ними встречаемся и на турнирах в области, и здесь. И мы к ним ездим. Такие тоже вот визиты дружеские. Нижегородская команда, то же самое. Присутствует на всех. Ну, у них миллионный город, им проще собирать команду. Но на самом деле, вот люди, которые играли, я еще раз подчеркну, в пионерские игры еще те, они все время ездят. Ну, то есть, любовь. Особую любовь к волейболу испытывает и Виктор Матушка, участник сборной Нижнего Новгорода. Динамика матча и азарт – вот что заставляет его вновь и вновь возвращаться к сетке. Но все же ему нравится этот вид спорта по другой причине. В первую очередь, надо уметь думать. В любом это игра интеллект. Хорошо думаешь, будешь хорошо играть, будешь знать, где надо, что делать. Возрастная категория соревнований – 50+. Партия – до 25 очков. Казалось бы, для людей столь солидного возраста – это большая нагрузка. Но спортсмены в очередной раз доказали – если ты по-настоящему чем-то увлечен, тебе под силу абсолютно все. Здесь все, кто приехал, они просто молодцы. Все увлечены волейболом, все просто горят этим видом спорта. Поэтому сюда едут, независимо, праздники, что надо, мы едем, играем. Турнир по волейболу проходил несколько дней и подарил участникам большой заряд энергии и вдохновения. В планах организаторов провести весной еще подобные встречи, но уже с участием команд из Вознесенского Арзамаса, а также организовать ветеранские соревнования среди женских команд. Алексей Степанюк хорошо известен в футбольных кругах города. Он играл за ФК «Саров» с самого основания клуба по 2016 год. Алексей был ключевым игроком в сезонах, ознаменованных победами нашего клуба. Три года подряд он возглавлял команду «Эскатериум», выступающую в чемпионате города. Под руководством Алексея Степанюка клуб победил в турнире 2018 и 2019 годов. Предложение стать главным тренером Сарова Алексей получил в декабре. Руководство поставило перед ним задачу – поднять планку клуба, привлечь новых игроков и болельщиков. Привлекаем молодежь. Нашего тренера тоже помогает мне Данилий Артем Александрович. Его молодежь 2003-2004-5 года. Первый месяц такой был. Присматривались. Они к нам, мы к ним. И вот уже в ту субботу, в прошедшую субботу, играли контрольную игру между собой. По пробной игре тренерский штаб сделает выводы и будет определять состав на предстоящий сезон. Игрокам Сарова предстоит непростая задача. В чемпионате области они столкнутся с полупрофессиональными командами. 80% команд – это люди, живут почти на средства, заработанные футболом. То есть у них есть оклады, у них есть хорошая премиальная система. То есть в основном везде уже взрослые футболисты. То есть они уже понюхали порох. У нас же акцент, как бы, то есть у нас выпало целое поколение футболистов. Да, конечно, хотелось бы видеть опытных 2-3 человечка, чтобы они, ну, как бы, чтобы за ним тянулись люди, то есть росли за счет них. Но все упирается в финансирование, денег не хватает. До прошлого года расходы клуба брала на себя администрация. Но после вступления в силу постановления Минфина местные бюджеты не могут финансировать вопросы местного значения. В этом году администрация организовала конкурсы грантов при поддержке вот таких некоммерческих организаций, как наши. Он прошел 3-го марта, сейчас пока итоги подводятся, и администрация вот-вот, наверное, в день должна выпустить постановление о выделении денег по грантам. Также клуб намерен привлекать спонсоров из числа предпринимателей нашего города. Еще одна цель, которую ставит перед собой Саров, вернуть на стадион болельщиков. Чтобы ему интересно было болеть за клуб, чтобы ему интересно было следить за клубом. Вот. Ну и, конечно, мы же хотим, чтобы молодые люди, которые есть у нас, которые увлекаются футболом, они себя как-то реализовывали в жизни. Пока игроки заняты тренировками. Три раза в неделю на запасном поле и кара они встречаются, чтобы отработать функциональную базу, укрепить организм, развить выносливость. Также в планах провести перед чемпионатом пять товарищеских матчей на выезде. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Для сотрудника РФЯЦ «Мнеев» Юрия Пенигина участие в чемпионате России по самбо среди мастеров-ветеранов стало традицией. Шестой год подряд он представлял наш город на соревнованиях. Каждый раз на чемпионат приезжают все новые и новые соперники. По словам спортсмена, уровень участников в этом году был значительно выше. В этом году были ребята, с которыми я не встречался, не боролся, то есть новые. И уровень у этих ребят был повыше, чем до этого два года я последние ездил. Поэтому с ними было, конечно, интереснее бороться. А так, в общем, конечно, чемпионат ежегодный, они стараются что-то изменить, что-то улучшить. Организаторы стараются в интересных городах провести, приурочить к таким праздникам. В этом году чемпионат посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем соревновались около 220 спортсменов из 39 регионов нашей страны. Саровчанин выступал в весовой категории до 100 килограммов, в возрастной группе от 45 до 49 лет. В первой схватке с мастером спорта из Санкт-Петербурга Юрию удалось одержать победу со счетом 2-1. Второй соперник из Москвы оказался сильнее. В итоге наш спортсмен занял второе место. На этот чемпионат поехал я с заболевших. То есть у меня уже не та была, конечно, форма, потому что готовишься, к пику подходишь. Когда уже в заболевшем борешься, то не то, отвлекает все. И не хватило мне функционалки, конечно, по физическим качествам. Я его не уступал ему, функционалки. Я, конечно, сдал из-за болезни. Юрий старается не пропускать ни одно соревнование в России, Европе и мире. Спортсмен тщательно готовится к каждому из них. За два месяца до чемпионата Саровчанин начинает тренироваться ежедневно. Отдыхает только на выходных, чтобы организм восстановился. Уже как бы не первый год уступаем, и уже знаешь, как нагружать. Стараешься, вот, пересоревать больше на ковре, конечно, на функциональную подготовку налегать. Только вот минус то, что партнеров у нас проблемы. Один единственный, вот у меня партнер есть, слава богу, приехал, молодой. Вот так вот с моим весом, до моего как бы уровня нужно партнеров менять. Потому что без борьбы очень сложно выступать. Спортсмен четыре раза выступал на мировых соревнованиях по самбо и стал двукратным чемпионом. Юрий надеется, что карантинные меры в связи с коронавирусом ослабнут. По плану у борца участие в осенних чемпионатах мира подзюдо в Кракове и по самбо в Норвегии. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова